Ну что ж, друзья, переходим к последней серии на сегодня. У нас будут играть две низшие позиции по групповой стадии, но пангольер против команды спиритс. И вот в ближайшие пару часов мы узнаем, кто из них слабейший. Хотя, возможно, и ничью опять разберут, и здесь будет, в принципе, не решен этот вопрос. По сути, равный уровень, равные команды. И по-хорошему, да, они эти точки должны делить, потому что обе команды не показывают. Ну, да, одинаковые. Ну, не то, что плохие, чуть не дотягивают. Не то, что чуть порядком не дотягивают, да, тех команд, которые играют у нас здесь между собой. Вот эти первые восемь команд, наверное. Поэтому будем сейчас смотреть неодинарные драфты, какую-то, может быть, чуть-чуть невнятную игру. Может быть, какие-то там левые движения. Вполне возможно, игры за час, потому что никто не сможет реализовать свое какое-то наработанное преимущество на старте. Вполне возможно, качели, камбэки, все что угодно. Да, здесь может случиться абсолютно любая ситуация. Пока у нас история о ЦМке. Мы сегодня ее вспоминали, и Ау, ее вспоминали добрым словом, как раз-таки помню об этой ЦМке. Но пока не ясно, что конкретно у нас здесь призвано делать. Но она есть, она есть. Просто Crystal Maiden. Да, просто красавица. Я умею играть на Crystal Maiden. Пикни мне Crystal Maiden. Так, знаешь, похвастаться что-то из уровня, мне кажется, я умею пить воду. Или еще чего-нибудь такого плана. Это зря так, на самом деле. Играть на Crystal Maiden — это очень сложная задача, и не каждый вообще может себе позволить это сделать. Скорее, полезность не сильно пока что входит. А чем менее полезный персонаж, тем он сложнее к исполнению в доте. Такой вот. У нас маленький парадокс. Ну, чаще все-таки видна тенденция, что если на персонажа сложно исполнять, то его просто не берут. И винят Valve в том, что нужно как-то изменить персонажа, чтобы он стал полезнее. Так оно чаще всего и происходит. Нет, пропорцию это нужно как-то изменить. Да нет, есть она сложный персонаж, но тоже самое инвокер, да, но он суперполезный. Просто Crystal Maiden реально, она выпадает... Она сильная первые минут пять. Все. Дальше она не особо сильная. И в лейте, когда у всех БКБшки пяти секунды, когда у Crystal Maiden там появились определенные артефакты, там какие-то блинки, БКБшки, Линкенсферы, Аганимы, много дают, да? Обычно таких денег мы не видим. Одну игру может быть из ста плюс. Вот, тогда она суперсильная. Конечно, она там запрыгнет, с ульты всех развалит. Ультиматио гиперсильный, особенно с Аганим. Но не доживает никогда Crystal Maiden до этого. Обычно она бегает тысяча там пять-шесть Нетверса и как бы ставит варды. Да, вардилка такая. И у нас Войт появляется на третий же пик от Пангольеров после Марса и Мирана. Набрали, так набрали. Даже не знаю, что у них тут за идеи пока. Снизу? Да. Снизу просто какие-то определенные комбинации есть. Войт Мирана, Марс Мирана. Что-то из этой серии. ВК. Хорош пик. Опять же, против Войда. Всегда работала, всегда будет работать. Если, конечно, Войт не идет там артефакт полтора впереди этого ВК, чтобы он два раза убил его подряд без каких-либо проблем, то на равных ВК отлично смотрится против Войда. Слардар. Опять же, под Войда. Получается, это Марс Мид с Лордар в офлейн. Как-то так. По-другому тут не видно, как эти все герои расставятся. Ой, знаешь, помня пангольеров, они могут и пятеркой Марса поставить. Вообще не удивлюсь. И вот появляется ВК, и вместе с Кристал Мейден они и на линии могут поубивать. И фактически, как раз-таки, я думаю, именно саппортия вот этот монопул ВК до 20-го левела существует здесь Семка, ну, по крайней мере, в данной ипостаси. Да и Тинник тоже, им приятно получать ауру хотя бы. Много контроля на троих у них. Ну, ауру максить нельзя. На двоечку потолок вообще ауры, чтобы Кристал Мейден хоть что-то делала. Потому что, ну, она реально, она, наверное, ну, самый сильный субпорт. Вот Мейден и Лич, да, два самых сильных, наверное, субпорта на лине. Вот на первых левелах, потому что они очень много дают и очень много дэмэджа наносят. У Кристал Мейдена суперсильные скиллы. Наверное, трудно найти героя, у которого сумма двух скиллов даст именно вот столько дэмэджа на суппортика. Наверное, Мейден сильнейшая. Поэтому вот на первых левелах она гипермощная. Вот, но если ты хочешь быть полезным, ты не имеешь права максить ауру, чтобы ты там на седьмом уровне не бегал. Один, один, четыре, один. Один, на двоечку, и там потолок берешь, чтобы отфармливать леса, чтобы у тебя была какая-то там дополнительная мана и так далее. Потому что по-хорошему эта аура на четыре, она не нужна никому. Потому что у всех есть стики, у всех есть манга, коры себя приносят постоянно для фарма Clarity Potion, и ты им даешь чуть-чуть ман, и все. А чтобы ты был полезным, ты должен, ну, ты обязан максить какой-то скилл. По крайней мере, не знаю, новую, да, чтобы когда к тебе там подходили, образно, на десятой минуте на твой легкий лайн, как это по классике уже происходят оппоненты, чтобы ты мог кинуть четвертую новую и нести хоть какую-то дэмэдж, хоть, там, не знаю, пятую часть хп снять. Вот, а если у тебя будет первая новая, ну, это смешно. С первой новой ты ничего не сделаешь. Ты как крип ходячий, реально, с каким-то слабым-слабым нюком. Не знаю, крип из леса, примерно на равных с Crystal Maiden будет. С тем же нюком. Урса, Сатир, они примерно столько дэмэджа будут носить, как Crystal Maiden с первой новой. Да, это факт. Инвокер вписался здесь внезапно. Спирицы, по-моему, его раньше не показывали. То есть здесь такая ситуация, то что... Вообще не ясно, как это играет на нем. У нас мидер команды, мини, там играется за спирицев, по-моему. Мини? Нет, мини мы сегодня видели уже. Да, 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 потому что спирицы сегодня уже играли. Они-то как раз-таки слили в Салатинь Бразилом в начале дня. Дам-да-дам. Так, кого не хватает? Офлейнера не хватает. Вот для спирита. Против айнера. Я бы в какой-нибудь веник обрал бы. Вот просто не обламываюсь. Тремилишника. Веномансер. Веник Тинни, классный лайн. Опять же... Веник... А, веник в бане. Зашло бы хорошо. Небольшая роина, да, произошла. Сейчас посмотрим. Но ранжевик, да? Нет, ну бабка. И кто три? Три... Бабка три, да? Ну, видимо, да. Что-то такое ощущение, что Тинника могут на три поставить. Но я надеюсь, что это так не будет. Бабка... Тут ей плеваться-то, в принципе, она может и Тинником. То есть, если ее поставить на тройку, то она будет прогрессировать инициативу. Хотя, можно и в ВК плюнуть иной раз. Он точно не помрет первый. Или он даже будет рад, чтобы вы кинули в центр файта, чтобы там и купол на него поставили. Вот это вот все. Скорее всего, таких возможностей пангольеры будут избегать. ВК очень хочет, чтобы его закинули. Потому что он реально очень много демэдж несет. Либо он, либо Тинни. Вот Тинни тоже влетает. Во-первых, вот ты лужу оказываешься, да, который еще подстанивает. И наносит демэдж. И еще Тинни проказ дает. И ВК тоже самое абсолютно. Его закидывают туда. Он дает еще сверху станы. И своими критами и бешеным демэджем начинает нарезать. Поэтому симпатично. Ну да, драфт прикольный получился. Магии много. Лейт будет через ВК выходиться. Войт плохо себя чувствует против ВК. Именно потому что за купол его не выкосить. А пока ты просто первую его жизнь бьешь, он уже может и полкоманды развалить. Так что в целом-то драфт у спиритов мне пока нравится. Но может Пангольеры сейчас возьмут что-то гениальное. Потому что у них еще и по лайнам не супер понятно, что они хотят с Марсом конкретно делать. Но судя по бану команды, но Пангольеры все-таки я не рассчитываю, что либо Слардер, либо Марс кто-то из них саппортить, отправиться. Кто-то так уже выделывался. Лина. Да, Лина на мид, наверное, отправится. Сейчас увидим по тому, как они разберут. Да, Старс на мид, на линии. Старс на мид, на линии. Луки, Луки, тройка, Марс. И Пингу будет спортить. Ну да, Снфайр, Тарри, Хейн. Причем Пингу будет на... Да, на пятерке. Ну не знаю, что эта линия сделает по-хорошему. Ну это очень похоже на большой такой, очень огроменный шлаг. Да, соглашусь. Что это такое? Кучу милищников набрали и Лина, да. Слардер, Войтлайн. Заливать в купол толком нечего, давать нечего. Вот только одна Лина будет за всех отрабатывать. Так что на нее вся надежда. Лина либо тащит катку, либо они проигрывают салат. Ну по-хорошему, да. Пик у спиритов более балансный и более похож вообще на современную доту. А снизу... Это знаешь, такой микс Пупея с Энви. Да, Пупея этим отыграет, а Пангольера нет. Драфтовое безумие. Но нет, я помню, что это уже кто-то так выделывал и не удивлюсь, что это были именно Пангольеры как раз-таки на первых порах, когда мы их наблюдали. Потому что кто-то что-то с этим Марсом с Лордаром уже изобретал. Ну ладно. 10 похвал за 15 игр. Качественно на ЦМК отыгрывает, видимо. Да мы сегодня смотрели с тобой игру. Опять же, там были и Марс, и Слордар. Только не очень круто они по лайнам расставились. Мы там предлагали, чтобы тролль пошел вместе с Лордаром. Классный, в принципе, лайн был бы... Соответственно, Марс пошел бы вместе с Фениксом. Это первая игра, же у нас была прям. Марс вместе с Фениксом против Ластилера и Верка в Миддл. А они там все переначали и успешно проиграли игру, ничего не показав. Да, это факт. Так что здесь уже не знаю, на что рассчитывать. Жаль, что у нас тут некоторые молчания местами есть. Но, ребята, вы можете кликать на баннер подразляции, там Вулканпета для вас бонусы предлагает. Да и вообще кайфчики, можете посмотреть, что там происходит. Я их, правда, пока не наблюдаю, но думаю, что они скоро появятся, как раз таки можно будет посмотреть. Я просто хотела бы даже оценить, вот как люди со стороны смотрят на эту серию. Ну давай, 1.87, 1.87. Ну вот да, может быть так. Может все-таки... Ну я не знаю, я чуть-чуть больше спирит и фире вообще по жизни, они как-то чуть-чуть покрепче бывали. Но, по сути, игра была равна, вот это вот все. Здесь трудно как-то представить, чтобы кто-то вырвался вперед. Ну что ж, тут более бесхитростный такой драфт у спиритцев. Они могут на этом вытащить. Да им ничего придумывать не надо. Главное, не просить инвокера в меде, как это бывает очень часто против Лины, когда тир-1 команда играют. Потом расформить ВК и хорошо поставить просто свой оффлейн против слабого лайнапа в лице там вайда, плюс, не знаю, как назвать это, что-то. Кто там будет? Слардар, Марс, Мирана, не знаю. Слардар, по идее. Он самый такой юзлос парнишка. Хотя и Марс может стоять типа из серии, знаешь, как вот как сейчас берут у нас Магнуса, да, что он там заходит и скьюером там под тауэр отводит. И вот так же Марс может делать, просто копьем туда швырять в сторону тауэр, и там тоже пытаться что-то делать в каких-то башах вайда, тауэре на таймвоке как-то работать. Но опять же, это кажется отвратительно. Да, это и есть отвратительно. Мне кажется, не знаю, бред просто какой-то получился суммарно. Вот надо как-то с этим вот играть уж, не знаю. Действительно, самая такая беда, то, что ты вот можешь напикать бред, но ошибутся где-то твои соперники, и у тебя зажгется надежда то, что ты можешь и победить с этим бредом. Может, даже и реально победишь, если там слишком грубые ошибки будут. Хотя вот у нас самые такие катки были, которые там один файт залила одна команда, другой файт залила другая команда, и так они месяца минут сорок. У нас с тобой это было на нашей памяти именно со здравыми пиками, и действительно там в тех местах, где решал фармкоров, вот это вот все. И какой-нибудь один ластецкий фит, который уже все окончательно хоронит команду, и на этом каточка заканчивалась, которая ровно шла все это время. Так, ну что, тут у нас пауза отжимается, и инвокер 25-го левела отменим будет. Вот так вот он прям супер готовый. Что же без персоны это инвокер-то? Умеет жать кнопки? Ну может, да, что-то он явно знает об этом инвокере, накатал на нем столько. Будем на это надеяться. Ну поехали. Рунки пытаются отжать. Миран начинает тут гонять уже. Ну, на ВК-шечку. Тут два героя ставят. Соответственно, дверну сверху будет она забирать у нас. Да, тут бой не нужен. Не нужно просто даже ловить эти тычки. Ну они прекрасно должны понимать, что туда не нужно подходить, торговать лицом, потому что там сразу кабину сломают. Три жестких стана. И там просто это ВК, но его не отпустят. Ну ВК, он и не хочет терять ресурсы. У него регенды довольно много. У него и фейрик, у него и фласка, и шесть тангусов. Полетела стрела рандомная, взлетела все-таки в кристалл мейден, и она из-за этого погибнет. Казалось бы. Но сейчас Бенни украдет, возьмет эту рунку. Это байт. Хопс. Хопс. И три рунки получается. с чем проблема? Что у нас тут не уйдет. Да? Ну, посмотрим. Стан задоджил. Хорошо. Деревцо прогрыз. Там эру. Раны. Ну, им еще попасть надо. О, задеревцо. Видишь, как вот хитро спрятался. Такой, а меня здесь нет. А что, она до... Она тысячу раз бы стрелу успела кинуть. Они не видели ее. Не-не-не, она замахнулась и отменила каст. То есть, по ней было видно, что она замахилась. Не поверила, что он такой наглый. Как-то интересно это получилось. Ну, вот Бенни живой. Три рунки за спирицами. Я думаю, что они довольны. Ну да, поблагали. Если бы сейчас били ему телепорт и потом убили, он появился бы на фонтане, убежал бы пешком. Это было бы просто потеря-потеря. Это действительно. Но пока все безоблачно, вроде как, в перспективе. На миде посмотрим, что у нас покажет инвокер, который, судя по всему, убежденный к вас векса. Это означает то, что на линии он будет по асхитам очень жестко проседать против мины. И бабка, самое главное на тройке, конечно же. Бабка-тройка с четверкой, тинником, комната ожидания, когда начнутся плевки от этой бабки. Ну, это тычкуется, что-то там, и Войт слишком много времени уделяет не тому, чему хотелось бы. И как-то Наги с Бенни уже начинают агрессировать и забирают на вторых лвелах сразу же луки-луки. Вот то, что мы обсуждали. У них очень много магии и станов на даблу. То есть здесь, мне кажется, Эмирана в один момент может скидануть нечаянно. Не успеть просто даже на липы выйти, хотя у нее сейчас и экспы не хватает на них. Майден сильная. Просто на втором левеле она качает 1-2 и просто забирает людей. Главное, по ману регену подготовиться, но она в этом плане уж точно готова, тем более, что когда Бунтосу забирали, она в таверне сидела, и поэтому она могла позволить себе дополнительный реген привести именно маны с новых полученных денег. Два мангуса есть, кларетку отпила, вот сейчас уже хватает ей на 1к с чего-либо. Решила спамнуть просто в пустоту для Луки-Луки своей первоспособностью. Ну ладно, разминает потихонечку, сейчас Бенни подойдет и как начнется, там еще и Кункубик, по-моему, кинуть СМК успела, да, мана у нее с мангуса одного была потрачена. Последняя манга осталась, возможно, это будет повод вкачать на третьем все-таки Арканауру хотя бы наедине. Не-не, на третьем левеле должно быть 1-1-1. Вкачал, смотри, да. Нет, все, хорошо, нет, вот так вот дефолт на раскачку. Ну вот, все, теперь будет ждать, пока накапает мана, в целом это довольно быстро теперь... А, нет, тут еще и новые ресурсы Курьер подвез, все, тут еще Мангус подъехал с клареткой, так что можно еще один раунд провести против Луки-Луки. Первый с пол пошел, Стану дотягиваться, Бенни там не дотягивался. Ну, разминает так пока потихонечку, но Луки-Луки сейчас вот рискует передайвить, отхватить Стану и умереть опять. Так что нужно ему максимально аккуратно стоять. Там стики еще есть 5 штук, брасерочек, в общем, тут главное Миранин не отъехал, потому что как только она ловит фрозбайт, она уже никуда не денется. Она крутится, стоит, а липнуться не может. И Бенни там уже решил криты на двоечку качать. Ну что ж, возможно, даже при какой-то очередной атаке подключит своих роботяг, которых у него уже 4 штуки на стакан. Роботяги очень больно бьют. Да, особенно на старте. Но Крипстата от силы тьмы души, ты смотри, тут прям так хорошо у нас топ-4 занимает именно ребят из Нопанга. Бабка очень сильно остает вот именно на фоне Марса, смотришь на нее и бабка-тройка пока себя не оправдывает по лосхитам. Ренджевик, с не там супер-мощной атакой против Вайда. Ходит ее просто на анимации, перефармливает и хорошо себя чувствует на лаве. 3 топ-5 на Торс пока за Пангачами. Вот Простбайта поймал Мирана, но не успел Бенни подойти со станом, такое ощущение сложилось у меня. Но зато вот он перчаточку уже купил на будущий Армлет, судя по всему, оставит ее и будет фармить себе фейзик. И вот Луки-Луки. Ой, как-то тут они плохо с контролем со своим поступили, и сейчас это может стать причиной того, что Луки-Луки не умрет. Хотя тычечка от наггетса, а он не догонит. Медленная цемка, что будешь делать? Вот если бы они скастовали сначала один стан, потом другой, они бы его убили. А здесь тычки не хватило из-за такого, ну, возможно, скорее всего, мискоммуникации, что у них не получилось договориться, кто из них первый стан даст. Ну, вот эта мискоммуникация, она просто произошла и на этом лайне, и на руне, на нижней. Пока как раз пытались убить здесь Марса, там Слордар умирает, пока пытались убить Марса, там еще на миде Лину должны были забирать. И что сделал Тинни? Он мог выкинуть Лину на инвокера, и тогда бы, скорее всего, на хит и на ранее они бы добили Лину. Но он просто на месте ее подкинул, и инвокер не смог сделать там нужное количество тысячек. Она тоже ушла. Ну, вот такие микромоменты на исполнении, при которых ты просто теряешь твои киллы стопроцентные. Это да. И стопроцентных киллов так уже немало потеряно было. И ВК мог бы уже быть вполне себе как минимум с этим арморчиком от... с чеймейлом от фейзов. И можно было бы там уже что-то изобретать понаглее и с точки зрения левела дополнительного, которого они получали. А так они провафлили. И Лину тоже осадить хотелось бы все же. Сейчас посмотрим, как у нас пообщей ценности. И видим то, что Лина все-таки на равных, абсолютно на равных с инвокером держится луки-луки. В этот раз суммарно стан прокатил нормально. Еще и мини подтянулся, ману выжег, луки-луки должен будет умирать. И крипы добили. Крипы добили, поэтому фраг распределился. Ну, а вот реализация какая-то. Инвокер пытается в активность, несмотря на то, что он класс векс. Это интересно. Мене такими передвижениями, конечно, очень много по... Теряет он больше. Теряет, да. Зачем зарабатывает. Без него там, в общем, что-то убивали бы. Ну, типа, флеймер убили. Неплохо, но... Где-то левел уже. Ну, тут тенек пока этот левел за него получает. Третий поднял. Может, у него сейчас какой-то хороший выход задастся. Пока он тоже больше бегает, чем что-то полезное делает. О, купол в соло бабку получился. Очень зря так под тавером это все начал делать Войта, поэтому он просто в молоко слил свой купол и ноль поддержки от саппортов своих, которые у нас ушли вообще супер далеко. Но сейчас Старс просто задует бабку и убьет ее. Нет, даже не стал задувать, решил максимально нагло сыграть и дать именно Лагуна Блейд. И вот хотелось бы добить еще Тинника, но башни прокнул стычки после Своида, поэтому пришлось отстать от него. Он локерок, прямо смотрю, ему везет. А вот внизу не повезло Бенни. На него напали в этот раз и, судя по всему, через стрелу его забрали. Да, Марш сейчас тоже до Штала должен выходить. Так, Старс тут пытается руну найти на седьмой минуте, но вряд ли у него это получится. Выход на Свардара. Ох, как повезло сейчас к Сэмке, то, что оказался перед ней Крип, который задоджил за нее стрелу. Это вот очень повезло, она должна была там просто умирать. Она и так умирает, на нее две звездочки падает, хотя вот перенаглела Мирана и умрет. Тычечка под хвост. Нет, смотри-ка, на липах пока что получается жить, и Бенни ее не догонит просто даже на фейсах. Не получается найти ее в лесах по-быстрому. Но Нагис решил продолжать в агрессии играть и возможно можно и с Луки-Луки подраться. Все-таки маны там на валу, у ВК можно и пхастовать. Ну, что-то решили забить. Войд очень хорошо идет. Круг 9 на 14 у нее по Крипам, да, и первое место по Нетфорсу. Никто ему там вообще не мешает, постоянно Тинни где-то гуляет, бабка с ним соло стоять не может. Войд на полном фри. Стоит, через Мидас будет играть и вот тоже он и будет Войд. А вот ВК он очень долго не будет в драку ходить. Вот если он выбрал такой билд через Реденс, ой, как они будут отпускать сейчас ребят из Спиритов. Да, и увидим, как у нас тут... Из Спиритов из Панга, извиняюсь. Да, как этот Войд еще Мидасировать будет. То есть очевидно, что он хочет в Лейд собираться против ВК. В Мидгейме ты его так по-быстрому не задушишь, даже при всем желании. Просто потому, что... Вот так, подождите-ка. Цемка, Новый год кастует. Нет возможности Мирана Эра укинуть. Слишком много крипов было рядом, да и Бенни был готов торгануть лицом, чтобы дайпик кастовать Наггетсу. Луки-Луки по-прежнему живой и Наггетс все в откате и первый спелл хотел бы дотянуться до него, но слишком может далеко у спелл отойти. И дальше будет пытаться Мирану забрать, но Мирана тоже оказывается в живых, а вот Цемке не повезло. Опять, хотелось как лучше, получилось как всегда. То есть на тоненького все противники уходят, а ты вот... умираешь. Либо умираешь в лучшем случае выживаешь, но на ЛОХП остаешься. Вполне не конечно мощное. Ну это, я думаю, то, что мы ожидали от этой катки. Невнятная игра, вялая очень какая-то такая. Прям, знаешь, эта игра, это олицетворение недосыпа. Вот такое ощущение, что все недоспали и мимо кнопок жмут. Что-то вот такого плана. Или реакция замедленная. Или рот в Тимспике открывать. Тоже хочу поиграть сейчас с ними в доту на этой карте. Так, Бенни без ульта. Ну его тут должны забирать. Да, 20-ти к кому никак уже тут не помогут. Ну и на халяву падает. Слардар потихонечку левелл начинает поднимать. Да, как вот парни в чате иногда любят такие. Тогда лучше бы меня посадили катать на кэрри, а не его. Я бы лучше сыграл. Иной раз смотришь, а действительно ведь может быть и так. Но тут пока у нас ВК совершил не самый дефолтный мув, он на шестом ульту вкачал. Вот, и сейчас из-за этого КД, и в прошлый раз он зря отдал этот кулдаун, то есть можно было скиллпоинт оставить и не качать простую ульту пока еще. И сейчас тоже можно было бы так же сделать, но она все равно была на кулдауне. Вот, может еще разочек успеет его до респауна этого ультимейта забрать. ВК на топ перетянулся. Стаки какие-то определенные фармить. Три стака тут есть. Два тролля, статирчик. Все хорошо. А на миде что-то такая драка массированная планируется. Без арены будет трудно что-либо делать. В аренах все-таки дождаться хочется. Бабка хочет целовать с мартимером кого-нибудь, и она будет целовать Старса. Вкусно получилось. Там сбивает эту ульту слишком уж поздно Луки-Луки, но если бы не это, могла бы продолжиться атака уже и на Пингу. Она и так продолжается. Хорошо там рвать смак-дэмэдж, еще и печенька попали, и Пингу погибает. Минус два персонажа. Ни за что, абсолютно. Ладно там Лина, но Свардаф куда пошел. Подстанете. Просто подстанете. Там даже 100 левела нет, просто влетел. У него третий спринт и стан на единичку. Да, и трактилый интересный затар. Так, и вот видим то, что у нас ЕМП-шку за доджу успешно будет. И помимо этого есть шанс бабку добить, но она уходит далеко, пытается разобраться с ней Мирана. Мирана чуть было не погибла за это свое желание. Заберут цемку беззащитную, и в ответку вроде как ничего не получится уже сделать у Спиритцев. Ну, хоть бабку заслебили, на том спасибо. Она все-таки Корги, не хотелось бы умирать. Очень много потратили для того, чтобы забрать одну цемку. Потратили хроносферам, потратили ультимейт Марса, потратили вообще все про все и только цемка. Но могли цемку не забрать, могло быть еще обиднее из позитивных сторон. Самое главное, что Войта не сильно-то отрывается от фарма, то есть он, да, скинул-то хроносферу, но сидит 2 минуты без нее, ну, бог с ней, анталон выпал, то есть он в лесу супербыстро фармит теперь. И он хочет в манту выходить первым артефактом. Интересный выбор, кстати. Мантуха. Ну, тут есть, что пододжить, стан в ВК, там, всякие кулдснепы возможно поснимать. Много уешных скиллов. Тим, манта будет, да, такой под сейф. Ярко выраженный. Ну, да, там, кубик от даже цемки и то будет приятно задоджить, если вдруг она его кинет. Ну, и дефают у нас спирис и тавр внизу. Не хотят его так просто отдавать, да и, в принципе, мало сил, пока стягивалось только один луки-луки, а вот теперь уже втроем пришли и будут наказывать бабку за то, что решила прийти на лоха петавр. Печенька не попадает вообще ни по кому, бласт в конце тоже не попадает ни по кому, и... ой, и войт, господи, он застрял просто во всех контролях мира и погиб. И отличная арена получилась по двоим. Это должно быть минус два саппорта за одну арену. Они продали самого богатого члена их команды. Ну, в принципе, туда-сюда бьются. Эти гангуют, эти гангуют, эти убивают, потом эти убивают. Ну да, пахнет каткой на 60 минут. Такими, если продолжать темпами фидить. Лина у нас с мидом пока только с юлцептром, но тайминг хороший. Посмотрим, что она дальше будет собираться. Физ демэдж или именно на маг прокаст свой работать. Кинетик у нее есть. О, не кинетик, киноптик, то есть это хорошая. Одна из лучших, наверное, ой, пригвозили мини, ловят стрелу через полкарты и встанет и просидит супердолго. Наггетс раскастовался, но Пингу... А что Пингу-то зашел? Он решил, чтобы... Не спрашивай, не спрашивай. Он, видимо, решил просто, чтобы не было так обидно в сценке пустоту льдовать. Он говорит, ну давай я хоть постою. Давай поиграем в снежки вместе. Да, ну добежать ноль шансов даже по спринтам догнать ее. Это как... Вот у меня в пабе, помню, однажды было такое, что с одними диффузами на меня как-то Пэл напал, помню, я на Сэмке просто ульту нажала, а он меня бил, бил, думал, что убьет. И я в итоге завалился от ульты. Смешно было здесь как-то на таком же уровне исполнения. Ну, Пэл ничего не может против Crystal Maiden сделать. Если у тебя там, не знаю, один прессер есть какой-нибудь, он все, просто на тебя налетает, нажимаешь ульту, он умирает. Ну, сколько там у Пэл жизни? Ну, 800, 900 хп. Ну, маг деможили очень много с Нового года, самое главное. Конечно, его в маге просто сотрет. А вот и сотрет. Парр минус. Бабку. Ну, все, вот теперь начинается доминация панга. Вот, казалось бы, пик хороший, но вот эти загулы непонятные. Тут еще вот Слардер пока у нас немного сглаживает углы. Но, с другой стороны, он же здесь у нас на правах саппорта, так что пускай умирает. Не так страшно, если размены какие-то существенные делаются. Наггетсы нашли. Наггетсы у нас будут отходить немного поближе к тройке на хай-граунде, чтобы постоять. Но Т1-вышка на миде должна будет падать уже. Два Иул уже есть у нас у Нупанга, у Марса и у Лины. Очень хорошие такие стартовые артефакты как раз для этих персонажей. Поэтому под них они могут и нападать активно, и сэвиться, и самое главное, скиллами своим подать очень мощно. Да, да. И Лине это нужно, и Марсу это нужно. Мы это уже отмечали. Под стрелу даже просто Юльчик закинуть будет приятно. Да и просто у нас станы получается такой чередой давать, которые суммарно дают очень много возможностей убить любого, кого первый стан залетел. Любой там, будь это стан от Лины или Слардар, все что угодно. Так, что у нас предлагает команда Спиритс, пока они там фидят? ВК отказался от своей бравой идеи. Ну, скорее всего, он даже не думал собирать рамблет, просто перчатку на фарм взял, и он выходит в Рэддинс. У него практически есть Сакрит. Радик, Радик. Он прям со старта положил этот Радик в карман себе. Возможно, у него в Курьере есть... Держи карман, Шири. Держу, держу. Нет у него никакого свитка просто. Давай в Рапир. Просто поздний довольно такой получается. Рэддинс. Луки-луки погибать у нас сейчас будет просто от прокаста. Бабки. Бабка даже последний плевок куда-то кинула вообще в сторону, так чисто землю погреть. И размин есть на всего лишь четверку Тинника. Марс много отдал за себя. У него там стрик из четырех убийств, но на благо отдал всего лишь Сэмки. На благо Отечества. Ну, Сэмка сейчас как возьмет, как купит БКБ, Даггер, и все. Начнется от нее. Ну, начинает у нас Барабанов, как я понял. Ну, она богатая. Так вот, посмотришь на нее, она Тинника обошла. Да, фармящая такая родная Кристалл Майдан. Прямо как в моем пабе, да? Да. Майданчик по порядку. Так, ну, ВК тут пользовался случаем вот этого замешательства с Марсом и фармил все это время. И к рецепту, в принципе, он довольно близко подошел. Поэтому все-таки у него будет в минуте на 18 уже точно этот Радик. И посмотрим, что он с Радиком сделает. Радик это, конечно, хорошо, но хотелось бы там облинг какой-то иметь. Ну, что-то, чтобы можно было красиво влететь. Потому что на бабку полагаться здесь пока не стоит. У нее агоним еще не скоро. Половинку пока только она осилила за это время. Бабка умирает там. Частенько, три раза уже она умирала. Хотя по фарму она быстро фармит, на самом деле. Крипов подбивает и потом скейтер-бластом. А скейтер-бласт много демжи наносит. Поэтому там очень быстро. Философский камень можно себе положить. Кстати, пока что погонять. А, Сэмку возьмет. Не-не-не, себе погонять. Вот, отлично. Снэпфайр надо побыстрее дойти туда до агонима. Поэтому обойдется крисломайден. Учитывая то, что она бьет крипов исключительно скиллами, это имеет сейчас большой смысл. Ну и снэпфайр десятый у нас взяла. Скорость передвижения себе апнула. Делает телепорт и очень вовремя, потому что на нее целое братье выдвинулось уже. Так, а что там у Войда? А, он всю манту мучает. Но, кстати, почти уже справился с этим вопросом. Осталось пачку крипов зафармить и будет эта манта. Может поможет, может нет. Сейчас вот хотелось бы увидеть, потому что он был активен довольно много, с командой гулял, но в последнее время перестал, видимо, вот, чтобы дофармить все-таки. А вот Пингу погибает сразу же. Амплифай повесил на Бенни, но его это не сильно волнует. Он спокойно его переживет, просто не будет драться, пока не спадет. И вот есть купол, вспомнил слон-цвет и лучик, и вылез Фейслос Войт, и Минни закрыл в купол, и стрелой поддержали, и забрали в итоге Старсом этот фраг. Наггетсу сбивает его ультимативную способность, и должен тоже, скорее всего, здесь Лиес добить, да? Лиес добивает, и следующей жертвой может стать Тинни после того, как раскастуется, но бабку уж больно много заливает, она тут Марти Маркисас дала, Размены. Качели пошли туда-сюда. Классика. Сто фрагов на карту, вот это вот все. Несколько. Но ВК все, всегда поверил. Все, у него есть Радиенс. Ну, мощно себя чувствует, Пингу даже подгорает, я смотрю. Войт решил без купола ворваться в стройку, и оказался, кажется, не прав, хотя, ну, Тинника забирает, и дальше проблемы есть некоторые только разве что с ВК, бабка тоже сейчас уже не соперник, у нее все в полдауне абсолютно, хотя сейчас дробашит, катится, и как в лицо-то пропишет, и ВК забирает второй раз подряд, вот теперь это уже похороночка и для бабки тоже, и снова пангольеры начинают укреплять свое преимущество, просто какая-то заливочная драка получилась от Спириц, просто пришли все и умерли. На пустом месте просто как-то это произошло, ВК вообще кинули там, ВК просто из стана не вышел ни на секунду, просто в Пермастане держали, Марс, Мирана и Лина, соответственно, не, не Лина Сларда, просто загоняли бедняжку, чуть Рейденсом пожег в драке и все. Да, работал, Рейденс, но к фрагам не привел, до команды как-то не было, что-то все кинули его, остался один вообще, где инвокер был, умер он что-ли уже на тот момент или нет, скорее отошел еще после того, как Марса убили, и у Войда купола не было, такие хорошие фраги получилось нарисовать, это прям такая халява подъехала для Моупанга, ну и у Войда соответственно очень много денег и с Мидасом он хорошо скейлится, после Мидаса и Манта Стайла он решил собирать БФ, видимо его душат работяки, другого здесь я повода не вижу это делать, как ты на это смотришь, БФ вторым слотом, вторым с половиной даже, а, тут еще и бабка умирает, и Наггетс раскастоваться хотел, но теперь уже не вышло, и что там дальше будет у нас, нет, не смертоубийство, она выжила, а вот Луки-Луки может и отвалиться, Луки-Луки, живи, отбегает, и Бенни его уже не догонит, поэтому решили забить на него и вместо этого побить Пингу, а вот побежал вместо этого еще и Тинни, искать как раз таки недобитого товарища, о, и отличный Санстрайк залетает по Марсу полумертвому, внезапно, у нас снова помянем смайла, он вылетел, сейчас, уведомим его, будет, ну да, Рошан как раз таки, сразу после удачного файта, казалось бы, все было хорошо, круто и классно, он опенгальер, но закончился снова какой-то фигней, хотя Бенни сейчас словил внезапную стрелу, и тут уже Марс подресается, тут у Вайда купол есть, может успеет отобрать, да, 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 есть купол, на контроле безумно много залетел от Тини, он подруинил историю с хорошим файтом, но отвлекается от Рошана сами спирицы, и для того, чтобы подраться, сейчас попытает приложить максимум усилий, добить так просто не смогут, так, стрела отличная, мини залетает, какая-то шальная, абсолютно, но она приводит его к гибели, приходится байбэк нажимать, интересно так не скупиться на байбэк на 20-й минуте, но, видимо, очень хотят этого Рошана, и Нагис тоже, скорее всего, еще жил какое-то время, но он стоял все это время под лужей бабки, и это его похоронило, а вот хейн не выживает, и мини с байбэка дай бэк, три полкил для Старса, закидон, так закидон сейчас произошел, особенно вот этот фраг на инвокере, это просто нечто, ну, и изичайший Рошан, он там не добит, ты уже их готовенький ждет, под амплифаем, в секунду должны будут его снести, только все лоу хп, единственная проблема, похилить никто не может, никто же у нас тут мекку-то не пытается собирать, да? Да. Не барска это дело, номера не мекку брать, но там еще и догнали Тинни случайно выжившего, и добили его, так что тим вайп, по сути, оформили, и легкий аегис для Войда. Жаль, надеюсь, что Смайл вернется и нам расскажет про это мнение насчет БФ, потому что мне что-то как-то пока вообще не вдохновляет эта идея, абсолютно. И аганим еще, ой, господи, это из этих, из этих самых Войдов. Даже не знаю, как приличным словом, чтобы цензурно было описать. Я вот помню какую-то катку китайской, что ли, она была, по-моему, это был китайский дивизион, там был самый бездарный фейслсвейт в моей жизни, который собрал линку, а потом аганим, а нет, сначала аганим, потом линку, и в итоге ноль дэмэджа, но купола красивые, ну и ноль дэмэджа от команды в купол. Здесь у нас тоже все-таки похожая ситуация, потому что тут максимум копье кинуть до линии покастовать. Стрела там тоже скорее постфактум должна лететь, чтобы продлить контроль. Но вот пока ситуация складывается не лучшим образом. Ну и что, бабка, бабка с аганимом. Дотерпела до него все-таки 24 минуты чистейшего фарма. И Бенни пригвоздили. У него только-только откатывается его реинкарнация, он так, что к бою более-менее готов. Вот, Войт с сборкой, Манта Стайл, Баттл Фьюри и Аганим. Ребят, в чате, расскажите, сколько бы вы репортов накидали бы такому фейс-лс Войду. Так, ну кажется, тут у Наггетса некоторые проблемы с выживаемостью, есть тайм-делейшн, но Лайз просто там застрял во всех станах на свете и все хочет добить Сэмку, но она выживает на одной тычке относительно того, что мог бы нанести. И не поскупился, купол поставил, Наггетса добил, своей цели добился, красавчик. Главное, видеть цель и не видеть препятствий и теперь же продолжить драку желательно как-то без лица. Ну, он решил просто разменять Айгис и дальше драка может пройти полностью под тиктовку команды Ноупанга. Бабка заплевывает, Бабка не попадает ни по кому, кроме Старса, на котором и так БКБ висит. Видимо, каждую секунду я и надеялся, что это БКБ закончится, а оно зараза такая все не заканчивается, не заканчивается. Ну, кто же знал, что она 10-секундная. Поэтому минус 4 уже оформляется у нас командой Ноупанга и минус 5 АВК отправляется преисподнюю вместе со своей командой отдыхать на ближайшем прошу прощения 50 секунд. Ох, там на тоненького файта на самом деле был. Марс еле живой, Ленина еле живая, но чуть-чуть не считается. Чуть-чуть не считается. Реализация Егиса прошла успешно. Поэтому, который заработал очень много денег для команды Ноупанга. Что-то давайте еще можно посмотреть. Интересно. Да, блин, Даггер, БКБ, слушайте, но вот типикал цемк из моего паба. Отнять весь фарм в свой корош, но у тебя зато БКБ будет. И че же такая бабка-то безогонимая, я думаю. И че же такой инвекер-то бедный. А это все потому, что цемка 5000 нетверса. Не должна она быть такой по-хорошему. В такой игре она должна иметь меньше. Она отбирает очень много ресурсов у своей команды и этим она вредна. Так, а что у нас будет инворкил делать? Инворкил будет салар крест лепить. Но это попытка как-то бустануть ВК, потому что у него нет такой возможности, как у Слардара амплифай повесить. Нужно ему что-то своего рода придумывать. И вот амплифай будет в виде этого с салар креста. Прости господи, а это что за эффект висит? А, это да, амплифай как раз таки. Так, и дальше что? Засекли теника. Догоняет у Мирана, отходит, чтобы стрелу кинуть почетче, кидает и дальше Лис добивает уже все. Легко. Ну вот, мне кажется, стало пора все-таки подумать ему о том, чтобы собрать что-то на дэмэдж. Да, агонимчик-то на самом деле слот прикольный, особенно если у тебя есть дамаг с руки, врываешься, всех станешь с таймлока и чувствуешь себя хорошо. Тут тем более, что этот танчик можно поддержать или ворваться в арену Марса. Но пока у нас игра немножечко стушевалась по темпу, хотя все-таки видимо разбираться со следующим Рошаном. А до Рошана еще очень-очень далеко, 3 минуты. За это время можно на хату новую нафармить уже. Ну, пока Миран у нее Гарден Грифс. Смайла помянем. Храни, Господь, его интернет. Надеюсь, он вернется. Что у нас там у других членов экипажа-то? У других членов экипажа трупценкой. Все, понял. Купол Локс кастовался. Купол для того, чтобы снова мини забрать. Ну, прям хейтит его Лис от всей души. И у Септер есть. поддержать. Это, видимо, Старск вставал, чтобы Станом всю эту движуху. Иллюзия полетела еще, чтобы, видимо, жизнь медом не казалась. Потому что Станфайра сейчас ничего не может сделать. С мертвым онлокером и тем более ЦМ-кой надо... Да, Смайла мы в ближайшее время не увидим. Ну что? Т2 у нас пока тем временем внизу падает. Да в целом они здесь действительно могут дочилить до Next Рошана. Или даже занаглеть пойти на ХГ. Но для этого купол нужно до купола 100 секунд. До Рошана в принципе тоже... Ну, может быть, если повезет тоже 100 секунд. Но пока те же самые тайминги у нас до появления доп-таймера, который может оказаться огромным. Но у нас спириты парни нетемпеливые. Они постоянно выходят из-за предела своего хайграунда. Фидят. Так что игра может закончиться гораздо быстрее. Да, да, и сейчас они тоже не усидели на месте. Не хотят отдавать Рошана, но даже для драки за Рошаной это слишком ранний тайминг. Врывается ВК, им плюнули хорошо, с которой Блаз в пустоту полетел, Мирана задолжила это все Юльчиком, дальше Торнадо полетел и Станчик Мигом от ВК. И еще Хребтину Кокотейки переломали за счет Крита последнего. Еле живой, но уходит Тинни. Лиес нажимает манту, отходит из-под фокуса атаки. Аллах критивистит на Бенни, хотелось бы как-то его проконтролить в этот момент. Лиес продолжает драться против Хейна. Не очень хочет врываться в драку пока у него нету купола, но видимо придется это делать. Вот Бенни, например, побить вполне себе влагой дело будет. И Старс и Стана попадает, Лиес отвлекается на работяг. Дальше у нас будет история с тем, чтобы на Торнадо Мини еще кого-нибудь погонял, но этот Торнадо оказывается не таким эффективным, как Тычки Лиес и его таймлоки, которые хорошо прокают. И забирают еще и ультра-килл. Слушай, а рампашка-то будет? Нет, рампашки пока не будет. Хотя вот можно на... Да, на ЦМке оформить. Миллиард байбеков, Хейн байбекнулся, байбекнулась мадмуазель Кристал Мейден и привело это к быстрому лузу. Ну что ж, GG, как говорится, GG. Но Пангалер просто на ошибках половили своих соперников. Отвратительно линии спириты отстояли, отвратительно у них прошла мидгейм стадия. Куча ошибок, куча каких-то загулов. В общем, абсолютно по делу проиграли. Здесь любой должен был за такое наказывать. Хотя мы в драфтах обсуждали со Смайлом то, что драфт команды спирит сильнее, но вот тут сыграл фактор того, что ну просто фигню делали с этим драфтом. Реально полная какая-то отсебятина была совершенно ненужная. Ноль коммуникации, ноль прожатых кнопок нормально. На линии могли гораздо больше фраговать и вот это все такое. Ну что ж, поздравляем Пангалиров с победой в этой Best of 2 серии. Будем надеяться, что Смайл успеет к Next Lobby, но что-то мне подсказывает, что у него мало шансов это сделать. Ну а пока будем уходить на паузу некоторой длительности. Далеко не уходите.